Посмотрите, какие они аппетитные, золотисто-коричневый цвет, с ароматом корицы. Это что-то. Частенько готовлю, скажу честно, их в тихушку и уплетаю, потому что это очень вкусно. В тихушку-то не получается. Пока за компьютером сидишь, получается. Так, гренки наши готовы. По многочисленным просьбам мы обязательно посмотрим, какие же они у нас внутри. Вот смотрите, какие пропеченные, не мокрые, не сырые, очень-очень нежные. Но я скажу, что их, конечно, можно и так скушать. Ароматные и сытные. Но мы, друзья, поступим по-другому. Значит, мы сделаем наш завтрак праздником. Выкладываю яблоки. И полью вот этим соком, который у нас здесь внутри. Его небольшое количество. Ну и надо немного для аромата. Буквально вот по столечкам. Обязательно приготовьте, побалуйте себя. Смотрим. Иногда нам хочется разнообразить свои завтраки или приготовить что-то такое быстрое на перекус и вкусное. А сегодня будем готовить гренки. Думаю, сейчас добрая половина за кадром скажет, о, моя любимая тема. И моя тоже. Гренки будем делать с яблочной добавкой или приправкой. Также можно использовать любые сезонные фрукты, ягоды, пожалуйста, персики, абрикосы, алыча. Подойдет все. Яблоки я очищаю от семя. И нарезаю на средний кубик. Где-то 2 на 2 сантиметра. Мельчить не будем. Кожуру снимать не буду. Она придаст аромат. Включаю плиту. Разогреваю сковородку. На средний огонь. Пока очищу и нарезаю яблоки, выкладываю в сковородку 2 столовые ложки сахара. Пускай он здесь у нас растопится. А сахар растопился. Принял такой красивый цвет карамели. Выкладываю яблоки. Перемешиваю. Добавляю сливочное масло. Здесь у нас 25 грамм. Можно сделать микс. Добавить яблоки, например, и грушу. Яблоки, ягоды какие-то. Смородину, пожалуйста, добавляйте. Очень вкусно будет. Перемешиваю. Яблоки приобрели красивый цвет карамели. Аппетитные такие. Выливаю 2 столовые ложки воды. У нас получится яблочки в карамели. Накрою крышкой и дам потушиться 2 минуты. Выключаю яблоки. Смотрите, они у нас не слишком разваренные. При остывании они еще немножко, как сказать, размякнут. Дам им остыть. 3 яйца разбиваю в миску. Добавляю чайную ложечку сахара. Примешиваю. Разбивать ничего не нужно. Также добавляю 1 чайную ложку корицы. Ароматная у нас здесь с вами получится заправка гренка. Не любите корицу, можно добавить ванильный сахар. Я так думаю, что с яблоками корица отлично сочетается. И добавляю молоко. Здесь у нас 4, где-то 5 столовых ложечек. Немного. Перемешиваем до такого состояния, чтобы у нас не тянулись белковые нити. Идеально для гренок взять черствый хлеб, белый, серый, какой вы любите. Но я так думаю, в любом магазине он есть. Даже бывает, что дома какой-то там кусочек забылся. Его можно использовать. Отличные гренки получатся. Почему черствый? У него получится хрустящая корочка. И сердцевина, вот эта вот мякоть, которая в обычном хлебе скреивается, и получается как бы сырой, она здесь не получится. И здесь будет именно такая нежная, сочная мякоть. Поэтому, друзья, берем черствый хлеб. Нарезаю толщиной 1,5-2 см. Вот такими кусочками. В сковородку наливаю растительное масло. Здесь у нас 1 столовая ложка, немного. Добавляю 25 грамм сливочного масла. Андрей очень любит на сливочном масле. Поэтому, друзья, если любите, добавляйте сливочное масло. Получается очень вкусно. Разогреваем. Такая у нас получится смесь. Масел. Так, перемешала. Закидываю хлеб в яичную массу. Не замачиваю, просто хорошо обмакиваю с обеих сторон. И выкладываю в сковородку. С каждой стороны обжариваю по 1-2 минуты. Смотрите, какая у вас плита и какой загар вы желаете. То есть, если хотите позажаристей, то пожалуйста. Вот я думаю, что вот это вот цвет наш, такой средненький. Красиво. Очень пахнет корицей. Вкусно. И с обратной стороны тоже минутки-полторы. Буквально за 2 минуты мы с вами приготовили чудесный завтрак. Любишь гренки? Поднимай палец вверх. Подписывайся на наш канал. Поделись видео в соцсетях. До новых встреч. Приятного завтрака. До свидания.